Здарова, молодые скайримщики! Вот и я решил немножечко оставить в покое рубрику «Что будет если?». Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь по поводу из того, если я буду снимать ещё и другие рубрики, потому что у меня их, кстати, довольно много на канале. Знакомиться с ними можно в плейлисте. И вот сегодня я решил затронуть тему Розы Санквины, рассказать всё о ней исключительно в развлекательных целях. Я не буду здесь кого-то учить, показывать, как она работает и т.д. и т.п. Я просто вам вкратце расскажу об этом уникальнейшем посохе. И также я хочу вас попросить поставить лайк под этим видео, чтобы продвинуть его в рекомендуции. Оформить подписочку, если вы этого ещё не сделали, кстанас 7к уже на канале ГЦ, как говорится. Ну шо ж, ладно, не будем тянуть Санквины за его розочку. Давайте по Некселю. Всё об Розе Санквина. Что же это такое и с чем её едят? Это необычный доедрический артефакт, созданный Санквином. При использовании Роза призывает младшего доедра, который нападает на любого, кроме хозяина. Но при использовании противником некоторых особых заклинаний, доедра может обрушить свой гнев и на хозяина посоха. Постепенно, в процессе использования, Роза увядает. И чем больше её силы будет использована, тем сильнее увядание. В конце концов, она полностью исчезнет. И в то же время, где-то на просторах Обливиона расцветает новая Роза, которую в скором времени срывает сам Санквин, чтобы вручить её новому чемпиону. Роза призывает только Дримору. Однако, сила призываемого зависит от уровня Довакина и растёт вместе с ним. Дримора, вызванный с помощью этого артефакта, ничем не отличается от любого другого вызванного существа и не нападает на Довакина самопроизвольно, а сражается на его стороне как напарник. Вызванный Дримору спокойно справляется с тремя или четырьмя противниками. Протагонисту останется лишь собрать трофей с поверженных врагов. Но не стоит расслабляться, ибо заряда хватает всего на 13 призывов. Если был изучен перк Парные души Школы Колдовства, можно будет призвать аж двух Дримора. Смекаешь? Дриморы КСТА, которые призываются Довакином, бывают разных уровней и зовут их тоже по-разному. Например, Дримора Керл, Дримора Кайтиф, Дримора Кенвал, Дримора Кенриф, Дримора Маркинас, Дримора Валкинас. Также они имеют свои соответствующие уровни, которые подстраиваются под Довакины. Сначала шестой, потом двенадцатый, девятнадцатый, двадцать седьмой, тридцать шестой и сорок шестой. И потом, когда Довакин переступает порог в сорок шесть уровней, и становится, например, сорок седьмым или сорок восьмым, Дримора становится под стать ему. То есть там уже будет прям точь-в-точь. Допустим, вы сорок шестой, Дримора тоже становится сорок шестой, вы пятидесятый и он тоже становится пятидесятым. Но при этом свое имя он всегда будет оставлять самые последние Дриморы Валкинас. Именно он растет вместе с Довакином. А остальные фиксированные. Так что не удивляйтесь, если вы будете, допустим, восемнадцатого уровня, но вы будете призывать двенадцатого уровня Дримору Кайтифа. И теперь мы подбрались к самому интересному моменту видео, а именно механика посоха и как она работает, потому что его могут использовать не только лишь все. Сейчас я вам покажу и расскажу почему. Так случилось то, что наш помощник Дримора, которого мы призываем через самую эту розу, конфликтует с поглощением магии. Это знак Атронаха, который можно найти неподалеку от Виндхельма, имеющий пятьдесят процентов поглощения заклинания. И перк Атронаха в ветке изменения, что в сумме нам дает крепкие восемьдесят процентов поглощения заклинания. И я не знаю, как так получилось вообще, в принципе, в этой игре, но они конфликтуют, потому что именно когда ты призываешь этого самого Дримора, он какого-то хрена поглощается, серьезно. Поэтому если вы используете что-то из Атронаха на поглощение магии, то не рекомендую использовать эту розу, потому что шанс его призыва будет равен шансу прохождения заклинаний в вас. То есть, допустим, если у меня восемьдесят процентов поглощения, то с шансом двадцати процентов у меня получится призвать этого самого Дримору, к сожалению. И сейчас будет самый любимый, самый наилюбимейший момент людей, которые любят играть нечестным способом. Или пользоваться дырами или багами в игре, в скобочках абьюзом. Поскольку школа магии в данном посохе является колдовством на призыв Дримора, мы можем зачаровать все наши шмотки на уменьшение монокоста от колдовства до стопроцентного уровня. И наш посох перестает потреблять зачарование, которое установлено внутри него. Чуешь уже, чем пахнет, да? Бесконечная мана, мать его! Собственно, мы можем зациклить этот процесс. Тем самым мы получаем посох не только на призыв Дримора с двадцати процентным шансом, но и восстановлением себе же маны за счет знака Атронаха с шансом восемьдесят процентов. И мы получаем посох не только для призыва Дримора, но еще и для регена маны. Браво! Тодд Говард! Браво! Идеальный баланс! И вот самое обидное во всей этой ситуации, знаете что? Что это не фиксит даже неофициальный патч. Такие же проблемы были раньше и в обычном Скайриме без неофициального патча с Атронахами. Но почему-то неофициальный патч именно призыв Атронахов починил, который поглощал их при призыве. Но с Розой почему-то это не проканало. Почему? Хрен его знает. Также я пытался посмотреть, увидает ли Роза как-нибудь внешне, может быть, деформируется или появляется еще что-нибудь, какие-нибудь изъяны. Ни хрена, что она полная, что она пустая. Она никак не увидает, никак не деформируется и не меняется вообще ничего. Вот впрочем, такие пироги. Где достать этот посох, я думаю, объяснять не нужно. Потому что все и так уже выполняли этот квест тысячу раз и все знают, что, как и где проходится. Только вам дам одну небольшую подсказочку, да, по поводу квеста. Если вдруг кто-то захочет срезать или что-то еще. Смотри, после того, как мы попадаем в Маркарт, да, в храм Дибеллы после выпивки, и ты знаешь квест наперед и сразу придешь туда, где открывается портал к самому Сангвину, ничего ни хренашеньки не произойдет. Да, ты перебьешь там всех магов, придешь туда, где открывается портал, но не будет ни хрена. Но вместо того, чтобы тащиться в Ривервуд, если, допустим, тебе лень, ты можешь срезать квест и прийти сразу в Айтран и без каких-либо усилий убедить Изольду. Или запугать ее, и она тебе скажет, где находится то конкретное место, где должна была быть свадьба. И тогда у тебя появится маркер сразу туда, куда нужно, и портал откроется без проблем. Не важно там, не нужно делать всю ту мороку с козой. Ну, или сразу пойти к варежее, тоже как вариант. Но сразу напрямую идти в тот самый форт нельзя. Не советую, ничего не произойдет. Что ж, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поддержите его лайком. Придете сегодня на стрим в 16.00 по московскому времени. Мы продолжаем играть за мага на Легенде. Имба пиздец. Ну, шо ж, всех люблю, целую, и до встречи на данном стрече. Пока!